Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке речь пойдет о правилах этикета. Этикет — правила поведения людей в обществе, которые определяют, что можно и что нельзя делать в тех или иных ситуациях. Знание этикета помогает производить на людей приятные впечатления и строить эффективное общение. Особенно полезны эти знания при посещении торжественных мероприятий. Многие из нас, попадая в дорогой ресторан или присутствуя на важной деловой встрече, чувствуют себя неловко. Это происходит из-за того, что мы точно не знаем, как правильно себя вести. Основные правила этикета позволяют тебе не упасть лицом в грязь в любой ситуации. За столом Никогда не приходи в гости без звонка А если тебя навестили без предупреждения, можешь позволить себе быть в халате и бигуди. Пришли гости Если ты принял приглашение прояви пунктуальность, не стоит говорить знаменитые «могу слегка опоздать», приходи вовремя. Больше, чем на полчаса может опоздать только очень важная персона или звезда. Она, как известно, не опаздывает, а задерживается. Опоздала Приходить в гости или на вечеринку всегда лучше с подарком. Он не обязательно должен быть дорогим, без проигрышной варианты, вино и десерты. Если в доме есть маленькие дети, захвати что-нибудь и для них. Формат приветствий при входе, поцелуи, обятия, рукопожатия или иные знаки уважения определяют гостей более старшего возраста. Кем бы ты ни был — директором, академиком, пожилой женщиной или студентом. Входя в помещение, здоровайся первым. За столом действуют обычные правила — ешь в том же темпе, что и остальные. Определенных неудобств тем для разговора лучше избегать. Считается, что нельзя говорить о зарплате, политике, здоровье, религии. Удачные темы для непринужденной беседы — спорт, погода, кулинария, домашние животные, искусство, наука, путешествия и т.п. Во время еды положи салфетку на колени, а после — слева от тарелки. В свою очередь столовые приборы оставь на тарелке, а не на столе. Не клади смартфон на стол в общественных местах. Поступая таким образом, ты показываешь, насколько важную роль в твоей жизни играет этот гаджет и насколько тебе неинтересна происходящая рядом беседа. Лучше вообще не использовать телефон во время ужина. Всегда включай беззвучный режим или вовсе отключай телефон в театре, библиотеке, кино на лекции. Если тебе нужно сделать или принять звонок, отойди на 2-3 метра в сторону, чтобы не мешать беседе друзей. Принимай гостей. Проследи, чтобы размер стола соответствовал количеству пришедших. Скатерь должна быть безупречной. Посуда должна быть из одного набора. Стоит подобрать все тарелки и прочие предметы по материалу и цветам. Если в меню два типа блюд и два принципиально разных вина, поставь каждому гостю по дополнительному бокалу. Не забудь и о стаканах для воды. Если кто-то пришел к тебе впервые, сначала покажи гостю, где можно вымыть руки и привезти себя в подарок, а затем пригласи в гостиную. Если среди гостей есть незнакомые люди, их обязательно следует представить друг другу. При знакомстве представляют мужчину, женщине младших по возрасту и положению старшим, пришедших позже уже присутствующим. При этом человек, к которому ты представляешь незнакомство, упоминается первым, а тот, кого ты представляешь — вторым. Представительницам прекрасного пола не рекомендуется проверять или наносить макияж во время беседы или за столом, а мужчинам расчесывать волосы, трогать прическу или бороду. Не забывай благодарить. Скажи спасибо хозяину и, по возможности, остальным с кем ты беседовал за интересный разговор. Хозяину стоит поблагодарить всех гостей, упомянув, что именно их приход сделал это мероприятие особенным. Ничто не стоит нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Правила этикета достаточно просты и основаны на здравом смысле. Ты проявляешь вежливость по отношению к другому человеку, он проявляет ее по отношению к тебе. Таким образом выигрывают все. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал и поделись полезной информацией со своими друзьями.